Дорогие друзья Компания Медев Самбо 70 Кого я забыл Я вам хочу сказать Сегодня в зале присутствуют Мои друзья и коллеги Из клуба выпускников Компании General Electric Я тоже отношусь к этому клубу Итак, все здесь Надеюсь, все успели покурить Второй глагол опускаю Друзья, на днях Было очень значительное событие Не только в российской авторской песне Но, я бы сказал, масштабнее В российской культуре Недавно исполнилось 80 лет Александру Алексеевичу Городницкому Вот, это очень уважаемый Человек Которого все присутствующие Наверняка знают И как поэта барда И как океанолога Замечательного и ведущего Многих познавательных телепрограмм 29-го Да, ближайшие два дня Завтра и послезавтра Здесь же, в этом зале Состоятся, так сказать Праздничные концерты А 29-го марта Состоится концерт В Кремлевском дворце съездов Вот, и похвастаюсь вам Мы участвуем в этом концерте Александр Алексеевич Слышал наши выступления И одну из песен Мы записали на диске Ему это страшно понравилось В общем, мы сейчас Хотим показать ее здесь Вот, начать второе отделение С песни Александра Городницкого Которая называется Воздухоплавательный парк Это название полустанка Недалеко от Санкт-Петербурга Где в начале 20-го века Первые русские авиаторы Устраивали воздушные представления Для горожан Итак, воздухоплавательный парк Куда петербургский житель Толпой и веселый бежит Какое сколит событие В предместье зачахлый лесок Там зонтики бедные-бедные Мальчишки и люди степенные Свинья под ушами военные Оркестр играет вальсо А ключик отчаянной уточки Шиперские вам не идут очки И что за нелепые шуточки Скользить по воздушной струе Вот, а ключи вам обязательно Чтоб вставшие к празднику затемно Влазили на вас обыватели Роняя свои канадьи Коляска тесно у обочин Всполнована и озабочена Купцы рабочие И каждый без памяти рад Увидеть, как в небе над городом В пространстве наполненным холодом Под звуки нестройного хора Да, нелепый пари топора Вот так неуклюшим и с помощью Как парусник ветром влеком Еще опору в пространстве винтом ища Несется он над головой Такая забава, не кстати За образ кафране есть матерей Поскольку весьма занимателем Всей праздничный трюк церковой Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Увека на самой заре Слово небо пустыни на свежий счет Достигнут лишь первый рубеж еще Не завтра ли бомбоубежище Отроют у вас во дворе Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо Мы сейчас хотели бы, так сказать, открывая Следующую нашу страничку Такую протестную, извините Вот, ни слова о политике Но просто есть у нас тоже Свой взгляд на происходящее Вот, и поэтому мы Спавим несколько песен Дальше Именно такого звучания Вот, мы начнем с инструментальной вещи Которую сочинил Алексей Геннадьевич Буквально три дня назад И мы решили вам ее показать Это инструментальное произведение Рэгтайм Называется Оно, мы назвали его Все готовы в той стране Все готовы в той стране Субтитры создавал DimaTorzok Рэгтайм Субтитры создавал DimaTorzok Рэгтайм Рэгтайм АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, Алексей Сенин не только лучшая гитара современности, как я его всегда представляю, но и замечательный композитор. Итак, произведение называлось «В той стране». Я не знаю, о какой вы подумали стране, но, думаю, все подумали об одном и том же. И сейчас хотелось бы исполнить еще одну песню, еще одну, потому что уже звучало одно произведение этого автора, Евгений Клячкин. Песня называется «Тройка». Это пара фраз Евгения Клячкина на тему известного отрывка про птицу-тройку из известной поэмы Николая Васильевича Гоголя «Мертвые души». Вы помните, Россия, птица-тройка, куда несешься ты? Ну и так далее. Итак, вот пара фраз на эту тему. Евгений Клячкин «Тройка». Тройка скачет, тройка мчится, зыбким кругом встали спицы, колесо через страницу Кати. Мы глядим из переплета, как мелькают те ворота, где всегда за выход кто-то платит. Так зачем лететь куда-то? Ведь это печаль крылата. Да и много ли нам надо? Хватит. Есть во всем своя природа, знать убойкого народа, обгоняя мимоходом ветер. Не давно она здесь нисколько, улетает птица-тройка, только мест на этой тройке нету. Все сбылось и очень точно, тройка в небе стала точкой, мы остались в одиночку с веком. Наш удел давно известен, чей земной, а чей небесный. Всем нам кажется, что честен случай. Ну уж если губы режут у дела, как на манеже, так зачем себе надеждой мучить? Кто рыдает, кто хохочет, под дугую колокольчик, тройка скачет, куда хочет куча. Кто рыдает, кто хохочет, под дугую колокольчик, тройка скачет и не хочет, скачет. Станут новые рассветы, но всегда правы поэты, вот, пожалуй, все, что это значит. Вот, дальше мы споем еще одну нашу песенку, это вот так же, как в случае с птицей Аллы. Я так понял в перерыве, что не всем было понятно, птица Аллы, это была наша песня, написанная на мои стихи, на музыку Алексея Геннадьевича Сенина. Вот, еще одна наша песенка, песня постаревшего Пьеро. Ну, без комментариев, это тоже, так сказать, немножечко на тему происходящих в стране событий. Да здравствует бессмысленно, Бессмысленность вождей, пустые гимны, комарилья свиты, и паутина грусти, и это свитер, и вновь ины, и сезон вождей. Уехал цирк, закрыли гастронок, вновь догадалась и в окнах непогода, И вновь веревочки в руках у кукловода, и в ящике на дне забытый гном. Луна картонная, в полнеба, как вчера, Как мы привыкли к ней необъяснимо, И пушкинская тень скользит незримо, Унылая чудесная пора. По кухням, по углам, мой друг-моншер, Звенящая, седеющая труппа, И не рыдай, как юный пионер, На трубача из раненого трупа. И вновь фонарики качаются ночные, И в ой, ямахи, в комнате пустой. Куда уехал ты, беспечный буратино, Куда ты спрятал ключи золотом? Вчера в Большом давали крокодила, Была ли люстры, шлак успеха, Под крики «Браво!» и под общий смех? Рептилия солнца все же проглотила, Калейдоскоп восторженный гримас, Пустой триумф пришествия второго, И мраморный, усталый карабас, Пустых глазниц не сводит у Большого. Вновь череда бессмысленных вождей, Пустые гимны, каварилья свитых, И паутина грусть кем-то свитой, И вновь унынный и сезон дождей. Трам-трам, трам-трам. Обязательно расскажу эту историю, Которую я знаю от Леонида Симакова. Значит, в 1968 году Очень известный, супер популярный в те годы Юрий Алексеевич Кукин, Который не только писал замечательные песни, Но они даже исполнялись эстрадными исполнителями В оркестровых, так сказать, аранжировках, Вот, «А я еду за туманом» и так далее. Вот, он был очень популярен. Он гастролировал в городе Красноярске. И Леонид Симаков в то время ставил спектакль, Который назывался «Испанские комедии» И написал стихи, но не было музыки. И он сказал как-то во время дружеской вечеринки, Он сказал Кукину, «Юра, ну помоги написать песенку, вот стихи». На что Юра, Юрий Кукин, сказал ему, «Сейчас я тебе покажу пару аккордов, Вот такой один, а вот такой второй». Он говорит, могу показать и третий, Но для первого раза это будет слишком много. Короче говоря, Леонид Симаков написал свою первую песню, Именно положил свои стихи на музыку, Как он рассказывает, Именно вот в этом произведении. Вот, но несмотря на давность написания песни, Вот, она как бы сохраняет свою актуальность, Что, в общем, неудивительно. Песня называется «Куплеты инквизиторов» И посвящается всем режимам и режимчикам. От Костильи до Севильи Сети Иной женщин любим только по постам, Пога гостям людям мясо к нам. Кто слабее, тот глупее, А кто сильнее и трубее, тот умнее, А кто готова до помпеи. По луне ли тот день, кто побледнел На этом свете, можно все на том нельзя, А-а-а, согрешить, а-а-а, Как и всяк, а-а-а, И не напрасно скажет вам любой косяк, А-а-а, кто не в рясе, а кто не в дурак. Нашу веру мы лелеем, А кто не елет, тем она думает и смеет. Что, слабее я, за лелеем, Неповадно было на небо глядеть, На небе нет, кроме Бога, никого, А-а-а, нет, как нет, А-а-а, нет, как нет, А-а-а, а приглядец нет и Бога самого, А-а-а, только это наш секрет. Мы звери, что вы, что вы, Мы везде, но нас не надо замечать. Днём и ночью мы готовы Нас самих от наших мыслей защищать. Нас нет нигде, но мы простить всё же есть. А-а-а, нас не счесть, а-а-а, Ой, не счесть, а-а-а, Не знаю, где вам надо встать и где вам сесть. А-а-а, мы всю, Даже здесь. Спасибо. Это мама Олега Шарова, моего друга. А-а-а-а, у нас Шаровых тут двое оказалось. Толич смутился. Не обращай внимания. Нет, этого не было. И так, мы продолжаем. Я себе в переходе заработаю. Вашими песнями. Анатолий Анатольевич, люди поверят. Профессор консерватории как себя ведёт, а? Я зазнаюсь. Я не только профессор консерватории, я ещё академик иностранного университета. Ваши аплодисменты. Сонет номер семь. Извинка сонетов Леонида Симакова. Владеет миром не судьба, не рок. Владеют им амбиции властитых. А мир по страусиному инстинкту Дебильно прячет голову в песок. Мол, нет ни полигонов, ни штабов, Мол, нет ни бабьих яров, ни Дахау. Разумный мир потупленно вдыхает Палёный запах собственных штанов. Сегодня мы в плену у суеты. Сегодня в красной книге. Я и ты, и все лягушки заодно с прудами. Мир уязвим, как домик на песке, Но бьётся синий жилкой на виске. Единство человеческих страданий. Следующая песня, которую мы хотим спеть, Называется «Застольная». Я к цыганке не пойду ворожить. Все дела мои и так хороши. На делах моих полын-трын-трава, Да на плахе моих плеч голова. Наварил я нынче браги бидон, Пусть шаманится дурман самогон. Пусть слетаются дружки воронья, Лейся, честная, мужское вранье. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ты наливай, поговори, Да зануды, да зари, Про мужицкие дела И про женские дела. И еще раз наливай, Полоскать так до бела, Выпивать так до музы, Тосковать так до слезы. Растолкуй гитару мне, Растолкуй, Где ты прячешь лихованку тоску. Где пасешь ты на луны неудачь, Да рассказывай, Да не плачь ты, не плачь. Полуто старая доска ты поешь, Видно, дом мой для тебя нехорош. Лучше леса у меня дома нет, Звонче песен у меня нет монет. Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет. Ты наливай, поговори, Да зануды, да зари, Про мужицкие дела И про женские дела. И еще раз наливай, Полоскать так до бела, Выпивать так до пузырь, Тосковать так до слезы. Маловато нынче нас за столом, Видно, многие уже под замком. Видно, нам с тобой тружище сосед, Разбираться тут придется совсем. Не беда, что тебе молвить не мочь, Я готов тебе, братишка, помочь. Тебе нужен однозначный ответ, Поговори, да зануды, да зари, Про мужицкие дела И про женские дела. И еще раз наливали, полоскать так добила, Выпивать так до пузырей, тасковать так до слезы. Я цыган не пошел ворожить, Все дела мои не так хороши. На делах моих полы, трын, трава, Да на плахе моих плеч голова, Головой оплаку плеч трусь, я трусь. Ты не бойся, голова, ты не трусь. Съешь тебя из заварухи любовь, Приносил всегда плаке с собой. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ты наливай. Поговори, да зануды, да дарим, Про мужицкие дела и про девичьи тела. И еще раз наливали, полоскать так добила, Выпивать так до пузырей, Тасковать так до слезы. Спасибо. Здесь у Леони Павловича песня называется она «Степкина песня» или «Посвящение сына». Вот, года три назад, три года назад, Эта песня мне стала особенно близка, Когда у меня появился племянник по имени Степка. Поэтому песня «Степкина песня» Мне особенно дорога, еще и поэтому. Итак, «Посвящение сыну» или «Степкина песня». Мой милый сын, тебе я пригодился, Надеюсь, ты меня переживешь. Ты здорово придумал, что родился, Ты здорово придумал, что растешь. Мне было без тебя ужасно пусто, Мне было без тебя нехорошо. Путично-зеленнее, как капуста, Которую я тебя сынок нашел. А мне тут свет вовсю уже маячил, Быть хворым, это, знай, нехорошо. И если бы не ты, мой храбрый мальчик, На хороство выжить я бы не нашел. А нас ведь в сапарке ждут мартышки, Они нас очень звали приходить. У них растут лохмоты и петришки, И не спешат в людей происходить. По вкусу нам, молчица, рыси, выдра, По вкусу нам, сынок, рыбая, живи-визи. Ты, мать себе сынок, по вкусу выдра, Здесь, правда, вкусы наши разошлись. Мы любим всех животных, мы такие. Животных охраняем тут и там, да-да-да-да-да-да-да-да-да. Запомни, сын, любой живой скотине Не означает сладостей к скотам. А с женщинами, если ты небесной, Ты испытаешь множество чудес. Нас женщины, сынок, швыряют в тесну, Они нас и возносят до небес. Поэтому тебе запомнить надо, Что от любви покоя ждать нельзя. Нельзя! Из-под небесия бой, как больно падать, А из долгов непросто вылезать. На Anchor Любимым быть оно, конечно, плесно, Но это предназначено не всем, не всем. Пока не любишь, жить мне интересно А как полюбишь, жизни нет совсем Пусть в дружбе честен, будь в любви удачлив Моя надежда, радость, кровь и плоть Было родной сто лет здоров и счастлив Бывай! И так ранит тебя Господь Леонид Павлович Симаков ни разу не бывал в Грузии Он написал чудесную песню про город Тифвис Мы сейчас ее для вас споем Ну, может быть, для тех, кто эту песню услышит впервые Просто поясню А, нет, господи Извините, извините, пожалуйста Вот коллеги забастовали и справедливо, да До Тифлиса мы еще не доехали, пардон Да, сейчас у нас будет произведение Которое называется «Песня пьяного интеллигента» Или «Неуютная ночь» Дело было в сентябре Ночевал я во дворе, лежа на панерочке И не то, чтоб много пил, и не то, чтоб зло копил Не хотелось к верочке Я валялся коротком, милицейским патрулем В спешке неподобранным В габардиновом плаще неженатый И вообще жизнью не обобраны Я лежал, соображал, сам себя не уважал За любовь к экзотике Непрестижно в сентябре, на фанерке, во дворе Ночевать без зонтика Я лежал на мостовой, с непокрытой головой Молосенки веера Я дрожал всем корпусом, словно стрелка компаса С западами к северу Я приплыл к земле накрыть, на минуточку всплакнуть Да куда там, девушку? Засопела терапевт, как районный терапевт Слушающий девушку Я лежал, околевал, а меня ворон не клевал Ой, неужели ж брезговал? То ли был я слишком пьян, то ли ворон был Гурман, не желал, не трезвого? Я лежал, душой менял, эту песню сочинял Охмуренный верный кран С своим серым веществом, несогласный с большинством Но буквально нервом так Я лежал, пивка хотел, языком слегка хрустил И росинки с вечера Под желтеющим кустом я разгинулся пластом Тихо и доверчиво Скоро дворники пойдут, да во дворе меня найдут Телефон откинутся Обмахнут меня метлой Снова встану я живой Часть кого тему нет Частьوں в четырнадцать Обмахнут меня метлой Снова встану я живой Часть кого тему Частью в четырнадцать А теперь мы доехали на Тифлис. Произведение называется «Песенка старого Птицелова». На старинном Тифлисском базаре сидел старик Птицелов. Получив от прохожего очередной рубль, он выпускал из клетки ворона. Или ворона. Или своего единственного орла. Птица делала прощальный крылок над базаром и всякий раз возвращалась в одном и том же направлении к стариковскому дому. Но этой маленькой хитрости никто не замечал. Потому что старик много и охотно... Вперед! По небе, леди, мадам, гражданки, граци, сеньям, спаси, ботанки. Всем, кому мимо птичек, вроде не мочь, не мочь. Под кружевами, под шерками, трет ним мозолины, как шерками. Я вам о демене птичек хочу помочь. Если в неволе втомиться птица, не по-грузински на рубль скупиться, Я вас прошу, не будите во мне грозу. Что ты на буро на пальцах птичешь? Что говоришь, ты чихал на птичек? Ты не грузит, ваш глаз, пока ты грызу. Тот не грузит, а выродок и пижон, пижон. Грузин, грузин, он бы вовсе не был. Нигуд в горах, он в объятиях неба. Там он лелеет землю, вино и жжет. И все. Эй, бродинистая бродинка, Соскука, дядя им в тупых ботиках. Все у тебя тупое, мой дорогой. Эй, бродинистая бродинка, Вам подошла бы вот эта клетка. Лучше жить с попугоем, чем с дураком. Гомарджоба, геноцвали. Хорошо бы спеть на свадьбе. Спеть на свадьбе, хорошо бы геноцвали. Гомарджоба, сколько мне лет, посчитайте сами. Гомарджоба, геноцвали, согласен с вами. Умные люди столько не живут, а зря. Я пошутил, послушай, милый, Я воевал с самим Шамилем, За государь, эмператора, за царя. Как мы с казаками воевали, Вы воевали тогда едва ли. Помню, тогда командир у нас был непростой. Если б убили нам командира, Не было бы ни войны, ни мира. Тем командиром писатель был, Граф Толстой. Гомарджоба, геноцвали, Хорошо бы спеть на свадьбе. Спеть на свадьбе хорошо бы, Гемоцвали, гомарджоба. Что, дорогой Чичико, молчишь ты? Впрочем, ты рядом со мной, мальчишка. Сколько тебе? Разве сто двадцать восемь? Постой, постой. Помню, с войны я возвратился, Ты в эту осень как раз родился. Ты молодец, ты выглядишь на все сто. Кабы мои не шалили почки, Я поселился в той винной бочке. Даже шашлык без рюк и колючка пьешь. Ты не рад свалить, покинуть горы, Так почему ж ты не пьешь от горя? А мне тут горя, тогда почему не пьешь, пьешь, пьешь? Не успевая на свет родиться, Мы начинаем с собой гордиться, Не отличая орлов от голубей. Мир геноцвалий чудно устроен, Жить хорошо без царя на троне. Жить хорошо без царя на троне. Жить не совсем хорошо без царя в голове. Гамарчонок геноцвалий чудно устроен, Гамарчонок геноцвалий чудно устроен, Хорошо бы спеть на свадьбе, Спеть на свадьбе хорошо бы. Ген от свадьбе хорошо без царя в голове. Галмажор 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 Вы чуть не провалили всю программу, Анатолич, кто же так шибит? Вы найдете нереальные планы. Ну давайте еще. Леонардов. Давай, мы еще раз попробуем. Если в ритме бодрого кантана Посмотреть с ироней на мир, Можно жить на севере Кавказа И на юге острова Таймер. Можно быть с Давидом и Кириллом, Можно жить и долго, и в долгах. Можно пить в баржуне на курилах, А можно пить портрет и сентуга. Жажда жизни просит утоления, Дважды два надеются на пять. Ждут весны безруги олени, Чтобы стать рогатыми опять. Счастье нас обманывает часто, Предлагая торную дробу. Можно быть здоровым, но несчастным, Можно быть счастливым, но в гробу. Страсть бездарной Стала бы без травы, Глупый, дрятый Стала бы фатар. Невозможно королю без дамы, Невозможно даме без вальта. Но любовь не выдана патента, У любви сжиманное лицо. Можно быть желанным импотентом, А можно быть постылым жеребцом. Жизнь, она меняется с годами, Предаваться стоят ли тоске, Можно нахимичить в Магадане, А сидеть на химии в Москве. Каламбур, фонарь в словесном мраке, Было прежде будет и потом. Можно быть скотом, каймить по праге, А можно быть без врага и с котом. Можно на вершины не решиться, Можно быть с вершинами воды, Можно быть непонятым при жизни, А можно быть при жизни понятым. Жизнь, не пугаясь и пугая, Усмеляя мнение свое. Можно быть бесстрашным попугаем, А можно быть пугливым самым. Жизнь, не пугаясь и пугаясь и пугаясь и пугаясь. Друзья, спасибо вам, что вы пришли сегодня. И что в этой рубрике, что вы помнили, Мы сегодня немножечко рассказали о Леониде Симакове и спели его песни. Большое вам спасибо. Приходите на наши новые программы. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ВОИКИ АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Это, короче говоря, старые и новые не важно. Все новое, это хорошо забытое и старое. Это песни Евгения Бачулина, Извиненная нами, перекрученная под себя до неузнаваемости. Называется она «Подражание Беранже». Я куплю себе последние ботинки Заработаю на свой последний хлеб Я в последний раз женюсь на блондинке А потом чтоб я было, а потом чтоб я слеп Буду жить от вечеринки к вечеринке А потом чтоб я было, а потом чтоб я слеп Буду жить от вечеринки к вечеринке Я в последний раз займу у друга денег В час получки вдруг застав его врасплох Он в последний раз мне скажет, ты без денег? А потом чтоб я слеп, а потом чтоб я глуп Мы продолжим воскресенье в понедельник А потом чтоб я слеп, а потом чтоб я глуп Мы продолжим воскресенье в понедельник Нелегко тому, кто мнит себя кумиром Или к власти пробирается тайком Лучше просто быть случайным пассажиром А потом чтоб я слеп, а потом чтоб я глуп Только чтоб я слеп, а потом чтоб я глуп Даже поздняя любовь меня не греет Только падает на голову, как свет Я в последний раз любви подставлю шею А потом чтоб я слеп, а потом чтоб я глуп Я устрою последний день в понедельник А потом чтоб я слеп, а потом чтоб я глуп Я устрою последний день в понедельник А когда меня настигнет час последний От звенит в душе пустой переполок На меня костюм наденький самый легкий Я потом чтоб я слеп, а потом чтоб я глуп Поднимусь я, чтобы выпить попосредний Я потом чтоб я слеп, а потом чтоб я глуп Поднимусь я, чтобы выпить попосредний Если падает пером из рук будет так Оставляя на себе заметный след Значит, песенка моя недаром спета И значит, даже если я глуп Значит, даже если я слеп Много выпета, но слишком мало спета Спасибо! Друзья, приходите Проанонсируем наши ближайшие выступления Их в общем много, но основные такие 17 апреля Народный артист России Владимир Качан С которым мы сейчас очень плотно взаимодействуем В Центральном Доме Литераторов проводят программу Которая называется «По Качину» Мы там очень много заняты Приходите, будет интересно Мы там будем исполнять Ну, в общем, другие вещи из нашей коллекции Вот, 29 апреля в этом зале Состоится наша очередная программа В общем, следите за афишей Я максимально буду информировать Спасибо вам! Да, вот здесь мой друг Борис Чертов Я тоже два слова расскажу У нас, ну, мы выпускники второго меда Второй мед Он по-разному назывался Разными аббревиатурами обзывался Второй Молгми Сейчас он РГНУ Как бы там ни было Мы, так сказать, делаем проект Под названием «Пирогов» На базе кафе на улице Житная, дом 10 И там выступают наши выпускники Вот моя программа там состоялась в феврале 24 марта Там будет выступать джазовый коллектив Называется он «Папа Дикси» Вот, это традиционный американский и российский джаз Это коллектив, с которым многие годы играл наш друг Ну, ушедший уже, умерший Друг Петр Печников, Петя Печников Вот, поэтому приходите Будем очень рады Это будет зажигательно Это другой жанр Но, уверяю вас, вам это очень понравится Вот, а дальше в апреле у нас будет рок-музыка Рок и мировые хиты Будет исполнять Юрий Карипанов и группа «Вавилон» Вот, там же, на той же площадке Дата в апреле пока не определена Вот, но, в общем, мы пользуемся Фейсбуком Как, так сказать, основным источником, так сказать И проводником информации Вот, но также электронной почтой, телефонами и так далее В общем, будем держать вас в курсе Следите и приходите Вообще, я должен вам сказать, что мало мы видимся И хотя бы то, что наши программы и наши концерты Это повод увидеться Это уже очень много Приходите, мы вас не подведем Спасибо